Здравствуйте, меня зовут Дубровский Петр Иванович, я подполковник за оплатой из Городных войск, сейчас работаю в ОАО НТИ радиосвязь, ведущим инженером в отделе автоматизированных систем управления. В Городных войсках я служил в испытательном полку, занимался экспериментами с новыми образцами техники, и поэтому у меня возникло очень большое сомнение в том, правильно ли у нас идет вообще все преподавание физики, и правильно ли мы вообще понимаем физику как таковую. Но для начала я бы хотел бы рассмотреть на примере учебника физики, который у нас наиболее знаменитый элементарный учебник физики под редакцией Академика Ландберга. Этот учебник... Так, а где тут следующая картинка-то? Батюшки! Да? Проверщик? Ага. Нет, это как-то увеличивает. Так, вот. Не со своей, не со своей этой самой техникой, да? Ну ладно, было тогда вот так вот. Так вот, значит, написано, что это 13-е издание, начиная с 1948 года, и что это один из лучших курсов элементарной физики, который вообще-то издавался в Советском Союзе и потом в России. Значит, указано, что на физико-математическом, а позднее на физическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова, сложилось имеющее мировое признание научно-педагогические школы Мандельштама-Ландберга и Вавилова, в общем, оказавшие развитие физической науки и совершенствует методов ее преподавания. Так. Само собой разумеется, что не вызывает никаких споров о том, что основной метод физики – это метод экспериментальный. И, к сожалению, об этом у нас сейчас очень многие забывают. И есть еще одна отчетливая понимание этого экспериментального характера физических законов имеет крайне важное значение. Оно делает из физика науку о природе, а не систему умодрительных построений. На самом деле, вот сейчас физика – это в основном система умодрительных построений. И вот последняя фраза, которую я хотел бы, значит, отсюда показать, что преподавание в средней школе, как, впрочем, и всякое иное преподавание, не может быть, конечно, исчерпывающим. Однако его необходимо строить таким образом, чтобы в дальнейшем учащийся мог и должен был доучиваться, но никогда не должен был бы переучиваться. Избегать этой главной опасности – вот цель, которую должны иметь перед собой составители учебника. Это было написано еще в 1948 году именно академиком Ландерсом. А суть моего доклада такова, что современная физика построена на самой величайшей ошибке, наверное, которая вообще была со времен изучения мира, на том, что на ошибочном представлении о законе сохранения механической энергии. Итак, я довольно долго размышлял, почему же вообще вот некоторые вещи, которые получаются в результате экспериментов, опытов, они не стыкуются с теми школьными знаниями, которые, значит, я получил в школе. И в конце концов нашел ответ на этот вопрос. Значит, дело в том, что ошибка заключается в том, что в 1686 году Готфрид Вильгельм Лейбниц в статье «Краткое описание ошибки достопочтенного Декарта и других» написал, в частности, вверху написано. Во-вторых, я предполагаю, что для того, чтобы поднять тело А весом в один фунт на высоту Сиди в четыре локтя, нужна такая же сила, которая нужна для того, чтобы поднять тело Б в четыре фунта на высоту и Ф в один локоть. Это допускают все философы и математики нашего времени. Разумеется, слово «сила» здесь использовано, ну, не в правильном контексте, а подразумевала Симона «энергия». Так вот, если мы рассмотрим даже обычный подъем груза массой один килограмм на высоту 10 метров, то мы его можем поднять различными способами, затрять их на это разное количество энергии. Итак, значит, изначально, допустим, подъем осуществляется за два этапа. Первый этап – это разгон, когда к грузу прикладывается какая-то сила, груз при этом достигает какой-то определенной высоты, после чего, значит, действие этой самой силы прекращается, и груз поднимается выше по инерции на высоту заданную. Так вот, если у нас имеется груз массой один килограмм, и мы к нему прикладываем какую-то силу 5 ньютонов, то, соответственно, сколько бы энергии мы не тратили на создание этой силы, мы ничего не добьемся, груз так и останется на месте. Если мы прикладываем силу 10 ньютонов, то мы тогда получаем, что груз должен будет подняться за счет силы на высоту 9,8 метра, остальные 20 сантиметров будут подняты за счет движения по инерции, и на это будет израсходовано 20 условных единиц топлива, то есть энергии. Если же мы прикладываем усилие в 15 ньютонов, то отрезок разгона будет равен 6,54 метра, остальное, значит, отрезок будет, опять же, по инерции, значит, достигнут, и на это уйдет 4,82 условных единиц топлива. И если мы прикладываем, допустим, усилие в 20 ньютонов, то, соответственно, участок разгона займет 4,9 метра, а остальные, значит, 5,1 метра груз, значит, дойдет на эту высоту по инерции, и за это будет затрачено 3,92 условных единиц энергии. Это говорит о том, что современные представления о законе сохранения энергии, они неверны. Значит, как я уже сказал, физика – это экспериментальная наука. Можно ли подтвердить то, что я, значит, при этом я совершенно не отрицаю того, что формула МЖА равно МВ квадрат разделить на 2, она имеет место быть. То есть, в принципе, вот эта формула, она как бы действована, она существует, она имеет право на существование. Но, надо понимать, что же вообще означает эта формула. То есть, физический смысл этой формулы. Значит, известно со школьной парты формула равноускоренного движения материальной точки, что пройденный путь равен, значит, начальной скорости умножить на время, плюс, значит, ускорение умножить на квадрат скорости, деленное на то. Если мы рассмотрим равноускоренное движение с нулевой начальной скоростью, то есть просто падение под действием силы G равняется массу умноженной на ускорение свободного падения на высоту H, то мы, соответственно, для этих условий получаем, что высота H, так как нулевая, то есть начальная скорость равна нулю, равняется Gt квадрата разделить на 2. И вот на самом деле, вот эту дальнейшую формулу просто, значит, если мы умножим на массу и ускорение, то есть придадим ей какой-то более такой физический смысл, мы получим искомое уравнение МЖА, МЖА квадрат, Т квадрат, деленное на 2, и при условии том, что скорость, приобретенная этим телом в конце пути, равно ускорению умножить на время, мы получаем вот это вот уравнение. То есть на самом деле, на самом деле, это уравнение, оно особого физического смысла, честно говоря, не имеет. Хотя вот видимость того, что умножается на массу, умножается на ускорение, вот эта видимость и создается. Так вот, можно ли подтвердить мои слова экспериментальным образом? Да, можно. Значит, для того, чтобы это сделать, у меня, правда, было очень мало времени, но мне в какой-то момент времени попался в руки... Так, стопать, не то, пардоньте. Попался в руки вот такой приборчик, который, значит, моя контора закупила для каких-то, значит, средств. Это вот от L-Card устройства. Я спаял, значит, какой-то вот мостик для того, чтобы можно было замерять напряжение и силу тока, которое подается на моторчик постоянного тока. Моторчики постоянного тока легко можно найти, значит, в любом старом CD или DVD, значит, устройстве. И, в конце концов, я, значит, решил потренироваться, как же, будет ли выполняться ли это, значит... То есть, какие результаты можно будет получить при поднятии груза с одной скоростью и с другой. Ну вот, увидят, я у себя на работе, значит, там, прикрепил этот моторчик, поставил пылохранитель. Вот, внизу, увидел компьютер, на который заносились результаты снятых показаний с этого самого устройства. Ну и вот сами графики. Вот это быстрый подъем на высоту H при высоком напряжении. Значит, я даже не успел протестировать, значит, у меня был этот прибор всего два дня в руках. Поэтому, если кто захочет повторить эксперименты и имеет возможности, то, пожалуйста, милости прошу. Так вот, вот здесь на графике видно, что весь подъем осуществляется в течение 1,3 цепи. Значит, вот это вот верхний график, это график напряжения. Это тоже как бы условные единицы, где я не успел, значит, это сделать. Не и не график, это график, значит, тока. Если мы перемножим, значит, напряжение на среднюю величину силы тока и на время, то получим, значит, какой-то результат 1. Вот это график для подъема при меньшем напряжении, соответственно, сила тока тоже поменьше, но он осуществляется в течение 7,5 секунд. В этом случае, значит, когда опять же перемножим напряжение на ток и на время действия этого всего дела, значит, получим мы энергию, которая была потрачена на подъем, значит, груза на точно такую же высоту. И вот у меня получилось, что, в принципе, значит, при быстром подъеме результат где-то на 20% лучше. Если мы... У меня, правда, была высота вот примерно, как здесь, 2,5 метра. Если мы увеличим эту высоту, результат будет еще более ощутимый. Если мы... Удастся снизить, значит, скорость подъема в втором случае, результат будет еще более заметен. Помимо всего прочего, в момент подъема у меня не было возможности там исключить в нужный момент время это самое устройство. Но дело в том, что в этом случае скорость подъема достигала где-то 1,1 метра в секунду, тогда как, значит, при быстром подъеме 2 метра в секунду. То есть на самом деле уже вверху, добавка всему, этот груз приобретал какую-то дополнительную, так сказать, кинетическую энергию имени Лейбница, да? МВ квадрат на два. То есть на самом деле равенство получается еще больше. Один из, значит, градон в этом самом, в сети, когда я обсуждал это дело, значит, заявил мне, что я не учел теплоту, которая вырабатывается как бы мотором, да, обмоткой мотора для того, чтобы... И поэтому, значит, в уделении теплоты должно как-то было бы скрасить это дело. Но на самом деле, как мы видим, вот в этом случае, значит, ток составляет где-то 0,17 условных единиц, тогда как при быстром подъеме он составляет где-то 0,2. То есть на самом деле при быстром подъеме, опять же, тепловыделение больше, чем в этом случае. То есть это еще как бы увеличивает эту самую разницу между энергией. есть еще, так, значит, как проводились эти опыты дальше. Вот я могу продемонстрировать несколько видео. График, да, то есть как бы, тут без этого сауа. Ну, как я уже сказал, к сожалению, значит, достаточно проводились. И как на злой шарик оторвал, чуть не попало бы в голову. Поэтому, значит, это самое, пробил потолок. И поэтому еще, значит, мне там донесли этот самый выговор. Поэтому эксперименты такие, приходилось это самое, прекратить. Теперь, значит, что я хотел еще показать, значит, что вот, когда осуществляется, значит, этот самый подъем, да, в принципе, можно даже освидеть виртуально, визуально ту самую скорость подъема шарика. Вот видите, там, значит, это вот один из кадров, сделанный на видео. И вот эта вот полоска там вверху, это как раз, значит, он близко от шарика, который в течение 1,25 секунды, значит, плюсоход. То есть, на самом деле, вот за 1,25 секунду шарик пролетел 8,8 см, то есть скорость где-то примерно 2,2 м в секунду на последнем участке. Я говорю, что если этот эксперимент провести, значит, с более качественным оборудованием, то, соответственно, можно получить, соответственно, с очень нормальным результатом. То есть вы надеетесь, что это и варка не будет? Конечно. Конечно. Так еще дело в том, что есть еще один эксперимент, который можно провести, который тоже будет опровергать закон сохранения энергии в механике. Ну, как вы знаете, вы, наверное, все знакомы с этими самыми, иногда называют маятник Ньютона, иногда называют колыбель Ньютона, хотя на самом деле Ньютон, вроде как, к этому не имел никакого отношения, да, этого изобретения где-то то ли в 18, то ли в 19, то ли в 20 веке. Два шарика, да, столько между собой. Дело в чем, что меня, честно говоря, один момент заинтересовало, правда ли будет, что, значит, вот этот самый, что сохраняется, вот эти оба условия, когда, значит, передается импульс, и когда, значит, МВ квадрат, деленный на два, тоже, значит, это сохраняется. Я закупил шариков для этих самых, для шарика-подшипников из стали 40Х, и хороший, значит, сделал специально, значит, устройство, чтобы приварить к ним ушки, и, значит, потренировался на шариках. Ну, к сожалению, казалось, что на шариках, в основном, по-моему, вот этот вот, ну, то, что импульс сохраняется, это я, как бы, значит, знал изначально, и верил в это изначально, а вот насчет МВ квадрата у меня, значит, были, есть определенные сомнения. Так вот, когда дело касается шариков, то вроде как вот МВ квадрата сохраняется. Но, дело в том, что, может быть, я подумал, что это все должно еще зависеть и от формы предмета. И тогда я провел, значит, следующий эксперимент. Дело в том, что на самом деле, вот, есть такой интересный эффект, когда по 25-метровой рельсе бьешь кувалдой, значит, с одной стороны, то кувалда сначала, собственно, на месте, а потом где-то через там 10-ую долю секунды, значит, она сила оскакивает назад. То есть на самом деле получается, что скорость распространения ударной волны доходит... Катастрофа. Скорость распространения ударной волны доходит до конца рельса, потом возвращается назад и, соответственно, делает, значит, этот... Такой вот эффект. Так вот, ситуация какая? Что если я решил потренироваться с предметами, которые тренируют одинаковую маску, но разные походы. И делаем просто, если это... Штырь заходит за этот самый, за перебирку. То есть на счет того, что в этом случае, как бы, известная нам со школьной, опять же, практики, значит, формула МВ квадрат на два, которая всегда обычно используется при определении соударения, она уже не работает. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел, значит, сказать. Значит, более подробно, более подробно все мои мысли, изложенные, значит, в электронном виде в статье в этом самом журнале, так я еще размещаю свои статьи, посвященные термодинамике, посвященные вот этому, ну, идеям по поводу закону сохранения энергии на сайте техносообщества России, и есть еще американский сайт Академия называется, который тут вроде как недавно я тут открыл такой. Значит, когда пытаюсь разместить эти все статьи во многих других каких-то местах, обычно отзывы негативные, либо их сразу удаляют, и тут же, значит, банят меня кругом и везде, то есть как-то не пробиться. И когда вот я вот смотрю, что, значит, у нас тут проблемы исследования Вселенной, и Конгресс называется фундаментальные проблемы с испознанием, то я знаю, что, понимаю, что у нас, значит, всего лишь, как бы, три фундаментальных проблемы для физики. Первая проблема – это отделение физических наук Российской Академии Наук. Вторая – это Российская Академия Образования. И третья проблема – это Министерство Образования и Науки. Во что-то я сейчас вроде переформатирую, да, но, по-моему, переформатирование этой проблемы, опять же, не снимет. Все, доклад закончен. Все. Так, вопросы, товарищи, какие? Все понятно, да? Я все к тому, что школьную физику, то есть, школьную физику надо переписывать. Понятно. Нет, ну, если у вас вопрос, подождите, вот, подождите, тогда вот... Я просто хочу так вот, вот существуют, например, ваши эксперименты, и существуют, вот, например, грузовые лифты, которые уже, ну, как, осуществляют подъем, например, на 40-й, 50-й этаж. Нельзя ли, например, просчитать энергозатраты, например, тех или иных, как сказать, подъемных операций, и вычислить это, ну, как бы сказать, и плюсовокупить к вашей работе? И будет ли они доказывать или отрицать вашу теорию? Я, я не, это самое, дело в чем, значит, надо понимать, откуда вообще растет вот эта вот ошибка в ноге, ой, это ошибка. Дело в том, что, значит, в... сейчас, можно, да, чуть издалека. Ну, физика, в общем-то, начал зарождаться так вот, как наука в этом 18-й век, и она, в общем-то, должна была обслуживать именно реальные какие-то вещи, которые... требовались для развития человечества. И, значит, основные задачи, которые стояли перифидиками, это транспортные, значит, эти самые расходы, то есть надо было перевести какой-то там груз массой, там, столько-то фунтов на расстояние столько телье, или там фарлонгов, или там, что-то там еще. И что для этого использовалось? Для этого использовалась обычная конная тяга. Но хотя уже тогда, между прочим, народ чуть-чуть понимал, что практическое использование, оно может быть разным, потому что одна лошадь, допустим, телегу может тащить одного груза, а если прокопать канал, то одна та же самая лошадь может с той же самой скоростью перетащить более, значит, массивный груз. И, кстати, вот во Франции во времена, мало кто-то знает, во времена Людовика XIV, значит, был построен Лангендовский канал, который как раз, значит, соединил Атлантику с Средиземным морем. И он до сих пор существует, и там, кстати, осуществлялись массовые перевозки этих загрузок лошадьми. Но дело в том, что скорость лошади, она ограничена. То есть вот она как идет, это самое, со своей, этой самой, как его, этой скоростью, и все, и больше она уже не может. Ну и второй момент, который требовался для такой практически, это уже работало довольно большое количество шахт. И две основные задачи, которые решались, это был подъем, значит, полезных ископаемых на поверхность, а второе, это откачка воды. Откачка воды, причем была, наверное, такая, одна из перестепенных задач, значит, осушение шахт. И, соответственно, все занимались вот вопросом, как это все вот это самое, как можно решить. Но, опять же, это было, либо опять этот привод конный, да, либо эту лебедочку там крутили какую-то ручную люди. И только уже в конце этого самого восемнадцатого столетия, наконец, капитан Томас Савери, значит, изобрел свой замечательный, значит, насос, который, правда, нельзя возустроить хахт, потому что он был пожароопасным. Ну и потом, значит, этот Томас Ньюкоман изобрел свой первый заставок, с него насос, который применялся для этих вещей. Так вот, на самом деле, скорости там были какие-то вот такие небольшие, и поэтому вот этот эффект заметить было нельзя. Насчет лифтов. Сейчас в лифтах используется онтрифазное это самое питание. Трифазы это, извините, скорость одна и та же. То есть, на самом деле, как они там, это самое, правда, регулируют скорость, я не знаю, в этих нам сверху, в этих красных лифтах, в небоскребах, а та строительная техника, которую использовал я в этом самом будущем, на службе на дронах войска, это лебедки, краны, там всякие остальные, там трифазы, частота задана, количество парк-палюсов задано, то есть, скорость никак не, это самое, не поменяешь. Единственное, вот я говорю, что на самом деле, вот можно, скорость, значит, подъема, она, почему я взял этот моторчик с постоянным током, потому что на нем как раз это все можно замечательно продемонтировать. Я хотел продолжить этот эксперимент, то есть, делать этот самый, там, и колесико, там, одного диаметра взять, другого диаметра. То есть, на самом деле, результат, то есть, такой эффект, он имеет место быть. И дело в том, что я вот даже в интернете, значит, выложил вот такую вот картиночку, значит, когда я выложил свою, эту самую, там, первую идею, соображение, чтобы заинтересовать людей, чтобы они попытались найти ошибки в этих самых моих доводах, вот, предложил, чтобы, значит, готов поделиться своей этой самой машинкой. Ну, я был уверен в своих результатах. Так что, если кто хочет, пожалуйста, это до сих пор, значит, система работает. Область применения, область применения везде. На самом деле, понимаете, когда начинаю сталкиваться с тяговыми расчетами, допустим, уже с дорожного транспорта, то там этот эффект тоже, кстати, можно отследить. Единственное, что при падении, при свободном падении, тут работает как бы всего лишь одна сила. А когда мы сталкиваемся с более сложными, там, такими вещами, как, допустим, тяговые расчеты, можно подобрать, соответственно, какой-то этот самый наиболее эффективный способ перевозки какого-то грунта, такого-то состояния, то есть наиболее, наименее энергозатратный. Но дело в том, что там при повышении скорости увеличивается сопротивление воздуха, увеличивается сопротивление в этом самом, в скольжении подшипников. То есть на самом деле там эффект не настолько как бы этот самый ясен и выразительный. Но в любом случае, когда об этом, надо как бы рассказывать в школе и говорить о том, что существуют пути для совершенствования, вот для чего, для экономики, для экономики, для получения экономического эффекта. А на самом деле очень часто люди просто, когда они сталкиваются, значит, с такими вещами, они в сошкольном парке помню, что у батюшки, да нет, не может быть. МВ квадрат на двое, это самое, и все, и так далее. О, еще одно хочу сказать, один момент. Значит, дело в том, что на практике, как это еще дело, можно посмотреть. Есть, если мы посмотрим, допустим, в интернете на ракетные двигатели, то мы увидим, что у них какие основные вообще характеристики. Тяга двигателя, да? То есть тяга двигателя, ну она есть там в вакууме и на уровне моря. Опять же, в вакууме и на уровне моря. Второе, значит, важный момент, это время работы двигателя. То есть на самом деле никто не говорит насчет того, что этот двигатель способен придать какую-то вот электрическую энергию не лениться. А на самом деле, значит, очень важно. То есть что? Это когда импульс силы, F умножить на T, переходят в количество движения. Ну и также одна из основных характеристик этого самого этих ракетных двигателей, это то, что это удельный импульс, это характеристика реактивного двигателя и главное отношение создаваемого им импульса, ну никак не вот кинетической энергии мне лениться, да, к расходу топлива. Обычно массово, но может относиться, например, с весом или объемом топлива. А топливо это как раз и есть чистая энергия. Пожалуйста, слушай вас. Можно дополнение в памяти Смирнова. Он нам в географическом обществе, ну сам вот эту штуку принес, но это дополнение к вам. Можно рассказать? Семен, давай потом вот это самое обсуждение, пока вопросы задавайте. Вы, кстати, тоже хотели, да? Петр Иванович, очень интересное сообщение, которое подлежит дальнейшему рассмотрению. Ну а вы-то как объясняете повышение КПД вашего, как сказать, устройства? КПД, это как раз не КПД. Ну пойди, по-то как раз. Нет, извините, вот я готов с этим подскорю, потому что мне уже говорят... Ну как я объясняю... Понимаете, вот даже если взять самый простой вариант... Физические причины. А? Физические причины. Самый простой пример. У нас имеется два одинаковых тела, массу, допустим, 1 килограмм, да? Нам их надо поднять, ну, на высоту, допустим, 10 метров, да? Теперь, к примеру, у этого для того, чтобы... Давайте будем считать, что будем поднимать равномерно. Не равноускоренно, а равномерно. То есть на самом деле, значит, какой-то... Будем приложим, значит, к этому самому, к одному и другому телу усилие в 9,8 килограмм. Но при этом установим, что здесь начальная скорость равна, допустим, 10 метров в секунду, а здесь начальная скорость равна 1 метр в секунду. Этот груз будет поднят за 1 секунду, этот груз будет поднят за 10 секунд. Здесь надо создать усилие массы 9,8 килограмм в течение 1 секунды. Здесь надо создать усилие массы, усилие в 9,8 килограмм, чем 10 секунд. Соответственно, естественно, что здесь вот затраты энергии будут в 10 раз больше. Это, понимаете, это на самом деле такой, как бы, вот очевидный факт, мимо которого проходят, ну, все. Если... у меня, кстати, есть расчет, по-моему... Высота 1 и так же поднятая. Да, высота 1 и так же. Для создания скоростей требуется энергия. Для создания скоростей требуется энергия. значит моей статье есть этот самый приведет расчет когда сначала поднимается до то есть сначала создается я сейчас не могу открыть то что у меня на ноутбуке значит что если а можем посчитать что дальше что сначала идет разгон до какой-то скорости потом равномерное наши движения и потом по инерции да в одном случае и во втором случае так вот допустим вот здесь вот один то 9,8 а здесь мы создали на первом этом самом учили там сам в два раза больше в этом случае мы все равно получим количество энергии затраченной на вот этот подъем меньше чем в этом случае это у меня есть просто это самый расчет который проведен в этой самой статье которая которая есть в электронном виде в том 38 номер 2 куда же идет эта разница вот понимаете вот на самом деле на самом деле вся беда в том что вот этот вот стереотип мышления вы знаете честно говоря над этим ломал голову года наверное три значит я тоже никак не мог понять потому что стереотип мышления привиты еще со школьной парты он был как настолько силен что как-то приходит даже это самое представить свой мозг я вот не верил я не понимал как этот может быть но в конце концов вот у меня сейчас все срослось и то что у меня срослось я вам сейчас как бы да это самое я вам докладу не ваше мнение почему 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 как бы этот самый так получается таковы законы физики таковы законы нормальной физики дело в том что на самом деле на самом деле то что мы имеем этот самый закон сохранения энергии нынешний у нас труд построим всего лишь я еще раз покажу на предположение лепница еще раз открываю во вторых я предполагаю я не доказал я предполагаю что для того чтобы поднять тело и это поддерживают как бы все философы и математика наше времени есть еще одна статья у лепница секундочку еще одна статья у лепница где он я ее привожу опять в этой в своей статье которая нас есть есть еще одно предположение то есть еще одна статей ли лепница где он пишет то же самое практически что да что вот для того чтобы понять на одну и ту же высоту требуется одно один и тот же этот самый как бы одни и тех затрат энергии но вы посмотрите еще какой есть момент дело в чем что я уже сказал что ваганта импульс импульс да количество движения когда у нас два тела падает с одной и той же высоты тут понятно как бы все это самое уравнивать но если мы берем два разных тела допустим в один килограмм до на высоте 10 метров а у второе тело мы берем массы 10 килограмм на высоте один метр как вы думаете какой импульс будет больше момент с удаления от земли вот этот будет больше вот этот импульс будет больше это то же самое написано если я не это надо энергию в квадрат нет на самом деле когда когда работает реактивный двигатель он создает не энергию не в квадрат он создает именно импульс он создает количество движения на самом деле важно дело в том что вот это вот mv квадрат на 2 равняется mgh убрали m поделили ноги и получили просто форму на самом деле просто у ленинцы в голове не срасталась как же так вот на самом деле если одно тело масса 1 или как там у него масса 1 фунт на высоте четыре локтя падает значит на землю а другое масса 4 фунта на высоте один фут падает и они получают разное то самое количество движения они на самом деле для того чтобы приобрести количество движения мы что вы должны какому-то телу придать силу на течение какого-то времени вот вот это вот основное и это мы получаем вот этот вот импульс у нас переходит количество движения м в все придумка ливни за насчет квадрата скорости это было как бы способ этот выйти из этого вот непонятного для многих ученых того времени как бы который вызывал они когнитивный диссонанс наверно до факта о том что вроде бы те тела значит которые имеют одинаковую mgh но они момент удалений а землю получают рады приобретают разное количество движений и соответственно могут передать различные и они отдают на деформацию учителя считаете что у вас масса постоянная вот такую вещь а если измерить в начале ваших действий и в конце может быть за счет массы энергия получается потому что даже вот из практики а я уже где-то я читал до диспетчера на гидроэлектростанциях давно уже заметили что вода наверху скажем одной массы а внизу она меньше меньше да это вы не проверьте это это мегидроэлектростанциях трудно проверить но уже давно заметили и в вашем случае видимо часть массы расходуется на эту энергию вы измените в конце массу она будет меньше количество количество этих самых массу в этом вы какой-то единицы объема остается при этом причем единственное что вы имеете ввиду массу как галитационную или эту самую генетту какая масса вот смотрите ну ваших случаях же это гидроэлектростанция вода молодец высоты даром приобретает энергию до в квадрат хотите на 2 но отдает и а а там замечено она дает там в квадрат приобретает энергию она дает как раз импульс хорошо не будет понятно без всяких квадратов замечено что масса в начале больше чем в конце хотелось концом я бы хотел бы я бы хотел бы получить я бы хотелось получить бы это самое значит фактический материал который подтверждает этот факт значит пока что это все разговоры в пользу бедных в вашем случае это измерить массу в начале и в конце будет разница ну там давайте сейчас у меня вот чисто так сказать как раз в системе образования и познавательный такой вопрос кто ввел вот это вот определение что синетическая энергия равна мв квадрат пополам гюргенс 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 да через ускорение свободного падения он ввел силу а через силу он выбил мв квадрат пополам вот я хотел это самое смирнов Анатолий Панович и его он пример с тележками очень интересный и сразу многим глаза раскроют по моему по моему у гюргенс не этот самый он там проводил какие то по моему эксперименты с шариками я честно говоря довольно я его я его попытался честно говоря общать потом оказалось что там на самом деле никаких экспериментальных доказательств нету а есть какие то геометрические выкладки по ударению шарика так что именно поэтому я и захотел проверить насчет того как там шарики это самое сталкиваются друг с дружкой еще раз я вас хотел понять вы просто говорите что формула которую вы ледницу приписываете она неверна или вы спорите с законом сохранения энергии вот я спорю с законом сохранения энергии в том виде в котором он предоставил со времен леди лебник лебниц как раз представил вот носит он первым по моему представил что этот самый насколько я знаю я не буду спорить насчет гиггенса я как бы слабовато лебис первым предложил квадрат скорости использовать и уверен правда причем он у него не было это самое знаменатель двойки а он просто говорил что значит надо соотносить с этом с квадратом скорости этот как он энергию но опять же опять еще раз говорю что основная формула которой должны пользоваться все нормальные эмпирики и математики это формула которую значит нам завещал великий исаак ньютон или ньютон да если говорить по английски правильно значит что f равняется m умножить на а да если у нас а это в на т отсюда мы получаем ft равняется м в и вот это вот ft и вот это вот м в и есть энергия на заранее лета и я знаю на самом деле вот на самом деле вот на самом деле вот это вот и ели вот это вот кто такой энергия 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 это есть возможность совершить работу все прибавится еще раз я не против вот этой формулы в квадрат на 2 равняется мгр я не против этой формулы я просто говорю что они на самом деле физическая суть вот а равняется значит что там у нас м мы сокращаем да а 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 переданным импульсом мы можем вычислить В. И это будет энергия, которая в общем-то... Которая не имеет никакого физического смысла. Так вот, вот у нас есть какой-то состав. Да, к примеру. Нам надо какой-то груз перевести из точки А в точку Б. Да, вот это полезная работа. Для того, чтобы это сделать, мы должны предложить сюда силу F в течение какого-то времени. Все. Не учесть силу сопротивления. Естественно. Потому что когда вот иногда начинают этот самый... Встречать тот же самый вот этот ламп, когда этот учебник, открываешь его и читаешь, значит, вот какое количество энергии надо затратить на... Просто так вот на скидку вспомнилась одна задача. Какое количество энергии надо затратить для того, чтобы, значит, придать какому-то там составу скорость 5 км в час или другому повысить с 5 до 10? На самом деле, на самом деле, надо приложить силу F в течение времени T. Но при этом, значит, он пидает, что состав... Значит, не учитывать сопротивление двигателя. Если не учесть сопротивление двигателя, то подойдите. Подошел, толкнул ногой, вот он и покатился до этого самого. Вот он будет учитывать движение, потому что он будет двигаться равномерно уже. А если будете прикладывать силу... Естественно... Он ускорен, наверное, все двигаться. Естественно, он сразу двигается. Опять, у меня есть... Так, я чувствую, что надо доставать все свои, да, все... Вот если график движения строить на какой-то... Ну, принимаем... В отрицании, как бы, всех норм и правил насчет этого самого расчета... Как его? Тяговых расчетов. Принимаем, что сопротивление движению одно и то же. Первый участок – разгон. Второй участок – движение с равномерной скоростью. Третий участок – торможение. Примерно раз. И можно сделать второй. Когда разгон осуществляется, больше движение с той же самой величиной и торможением. Так вот, в этом случае, вот в этом случае, расход энергии, допустим, здесь действует одна F какая-то сила, здесь действует два F. Вот здесь будет действует тоже только одна сила F, да? Ну, это вот опять, это надо конкретно к случаю. Это если движение по плоскости, это одно. Есть у меня опять расчетик. Если хотите, сейчас могу поискать на своем... Время кончает тоже обсуждение. Давайте рассуждение. Давайте рассуждение. То есть, если мы медленнее доставляем, то больше расходуем энергии, если быстро, то меньше. Да. Нет, нет, просто стоп. Давайте, обознуйте мне. Вот я ехал с Москвы, Питер, на обычном поезде, я заплатил две тысячи. Если ехать на Сапсане, семь тысяч. Объясните, почему? То есть, там быстро, там, короче, должно быть вообще три копейки стоить. Время и деньги. Ну, я про это и говорю. Это раз. А во-вторых, нет. А во-вторых, на самом деле, когда, если вот у нас сейчас... Там ситуация еще все-таки другая. Я говорю, я говорю, я говорю, подождите. Значит, дело в том, что это вот, допустим, при автомобильных расчетах, при расчетах, когда вот двигатель через автомобиль, то там, допустим, силу сопротивления воздуха где-то до 30-40 километров обычно не учитывают. Но, когда мы перевариваем, то там, как и силу сопротивления воздуха возрастает в зависимости с квадратом от этого самого. От скорости. От скорости, да. Следующее, дальше. У подвижного состава при увеличении скорости, при увеличении скорости, то есть, на самом деле, сила сопротивления движению она очень серьезно зависит от скорости. То есть, на самом деле, я вам рассказывал про идеалы, идеализированный вариант, а фактически, значит, увеличение скорости приводит к чему? к увеличению, да, сопротивления в подхемниках качения. Даже так. Там два фактора будут качения. Да. Следующий момент, значит, состав начинает чуть-чуть там, это самый, телепат, туда сюда, то есть, на самом деле, количество, там нет никаких этих самых, таких физических расчетов, за исключением притяговых расчетов, нормальных, а это, кстати, самая нормальная физика, реальная физика, экспериментальная, используются исключительно эмпирические формулы. Но... Создание импульса, тут же получается, чтобы доставить 100 кг груза на орбиту, вы тратите миллиарды, а чтобы 100 кг груза вокруг Земли обвести, это гораздо дешевле стоит. Вот создание момента импульса, самое дорогое удовольствие, чтобы на вторую, третью космическую скорость выйти, стратятся огромные деньги, огромное количество энергии. Вы поймете, подожди-ка, подождите секундочку, вот не надо, надо отдельно говорить, когда вы движетесь по плоскости, по поверхности Земли, и когда вы поднимаетесь в поле гравитации, вот здесь вот разные силы надо учитывать, давайте, а у вас вот как-то, я все время, то-то-то-то я никак не могу ехать, все почему. Сейчас вот правильно, сейчас вы правильно сказали, что вот эти вот потери в подшипниках, как там все на свете, включаем воздух, вот сюда есть, но они вот, вот это я даже тут квадрат скорости, или нет, когда в подшипниках идут, даже там что-то другую, какая-то, там другие совершенно, да, с воздуха, если понятно, вот кстати, когда поднимается там, да, вот еще раз, да, как правильно, как правильно, допустим, устроить метро, метрополитет, сначала вниз, потом вверх, да, почему, потому что, на этом этапе, идет разгон, дальше идет, движение по энергии, если вы помните, кстати, в, наверное, многие читали же этого, Перемана, да, занимательная физика, он там описывает, этот, хайпер луп, еще который придумал, был, придуман был, в тысяча девятьсот, там он пятому, да, в тысяча восемьсот, в каком-то году, каким-то, значит, русским изобретателем, там, который написал, что значит, как лучше сделать, значит, поезд между Москвой и этим самым, и Санкт-Петербургом, то есть, строить его, не по, земной поверхности, а напрямую, то есть, на самом деле, тогда получается, что, значит, какую-то, скоростью, то есть, какой-то участок, он будет идти по этому самому, вниз по этому самому, со своим ускорением, а потом, за счет этого Сайнерса, то есть, на самом деле, Илон Маск, тут не приделать, не это прочим, если он, со своим хипер лупом, это, начинает что-то там показывать, то, нахер, ребята, ну хорошо, товарищи, все закончили, все уже, время вышло у нас, значит, сейчас, следующий доклад, я в минуту, я хочу сделать объявление, кто не пришел, значит, нас Егор кормил два дня, да, ну это, поэтому надо как-то, мы договорились по 300 рублей сдавать, так, нагрузку на его, на него убить, значит, мы сюда, приносите деньги, мы Егор, я Егор, там, это, наше личное решение, чтобы он нам не напрягался, понятно, да, все, следующий доклад, туда, значит, я вас попрошу, значит, подумайте, как-нибудь над тем, что я сказал, отдельно, спокойной, обстановкой, ну да, и все недостатки мне на электронную пользу.